Давайте теперь перечислим типичные проблемы, которые возникают при работе с динамической памяти. Во-первых, при злоупотреблении динамической памяти можно натолкнуться на проблемы с производительностью. Это происходит потому, что выделение переменных на стеке намного дешевле, чем выделение переменных в куче. Для того, чтобы создать переменную на стеке, надо просто увеличить стекпоинтер на размер соответствующего значения. Для того, чтобы выделить переменную в динамической памяти, надо выделить область для хранения этой переменной, а это обращение к структуре данных куча, это поиск этого места сначала, потом выделение, потом освобождение. В общем, достаточно много работы по сравнению с выделением переменной на стеке. Вторая проблема также возникает при злоупотреблении динамической памятью, когда мы начинаем выделять множество маленьких кусочков. В этом случае происходит фрагментация памяти. То есть, несмотря на то, что память занята не полностью, например, может быть, половина памяти свободна, но за счет того, что память занята неравномерно, мы уже не можем выделить какой-то большой кусок. Там очень много маленьких кусочков разбросанных хаотично по памяти. Для того, чтобы избегать фрагментации памяти, используются собственные системы выделения памяти. То есть, например, если вам нужно выделять множество кусочков размера 10 байт, вы можете выделить сначала очень большой кусок, а дальше собственноручно выделять кусочки памяти размером 10 байт. Еще одна очень популярная проблема в том смысле, что присутствует в большинстве программ, это проблема утечек памяти. Дело в том, что если в какой-то момент забыть освободить указатель или перезаписать указатель, то область памяти, на которую он указывал, останется без внешних ссылок. И программа не сможет удалить ее до того, как завершиться. Давайте посмотрим пример. Пусть у нас был некоторый массив размера 1000 интов и был указатель, который на него указывал. Был массив и указатель M. Когда мы переприсвоим этот указатель на новый массив, то ссылка на вот этот область памяти удалится, а M после этого будет указывать на массив в два раза больше. С M все хорошо, но вот эту область памяти нам уже никак не удалить. Она будет висеть в памяти программы до ее завершения. Соответственно, если в вашей программе много утечек памяти, то в какой-то момент память может исчерпаться, и в вашей программе уже не сможет выделить новый кусочек. Если забыть освободить указатель M, то есть не вызвать delete квадратные скобки, то также произойдет утечка памяти. То есть мы, например, выйдем из функции, где этот M определен, но забудем его освободить. Соответственно, вот этот кусок из 2000 байт, из 2000 винтов, также будет висеть в памяти до завершения работы программы.